Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшим скиньею, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел в восятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскорененных, дабы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Услышанном только что о нами апостольском повествовании святой перворыхланный апостол Павел сравнивает многочисленные ветхозаветные жертвы с единственной и неповторимой жертвой Нового Завета и тем самым раскрывает тайну человеческого спасения. Так апостол пишет о том, что Христос, первосвященный будущий благ, придя не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел в Осетилище и приобрел вечное искупление. Это значит, что Господь приходит в этот мир не для того, чтобы обвинить человека в нарушении божественных заповедей, а для того, чтобы спасти весь человеческий род от власти дьявола и смерти. Именно для этого Он принял на Себя немощную человеческую природу. «Будучи истинным Богом, Он стал истинным человеком во всем подобном нам, кроме греха, и, преобразив в Себе человека, показал путь совершенства». Но почему Господь именуется первосвященником будущих благ? Неужели те блага, которые должен был принести Христос как Спаситель мира, ожидают нас только в будущем? Блаженный Феофилак Болгостей, отвечая на данный вопрос, замечает. Благо Христову именуется апостолом будущими в сравнении с теми благами, которые были в Ветхом Завете. Кроме того, блаженство, которое обещает нам Господь, не раскрывается полностью во время земной жизни человека. Оно лишь начинается на этой земле с принятием жертвы Христа. Полноценно же оно раскроется лишь в будущей жизни, в вечности с Богом. Вечная жизнь Царства Божия обозначается святым апостолом Павлом наменованием нерукотворной скинии, которая больше и совершеннее, чем скиния рукотворная, Ветхозаветная. Путь в эту скинию проложен Господом Иисусом Христом, как истинным первосвященником и Его причистой кровью. Именно эта и только эта кровь очищает нас от наших грехов и страстей. Кровь Христа делает то, чего не могла сделать кровь Ветхозаветных жертвенных животных, ведь последняя только напоминала людям об их грехах. Но реально уничтожить грех могла лишь одна кровь – кровь самого Бога. Кровь Спасителя обновляет, преображает, освящает всего человека, очищает его совесть для служения Богу Живому и Истинному. Приняв на себя грехи мира, претерпев смерть, Господь наш Иисус Христос приобрел всем верующим в Него людям вечное искупление. Так неужели, осознав это, мы можем не слышать Христа? Неужели мы можем не делать того, что Он нам заповедовал? Возможно, мы теперь страдаем, но ведь Господь наш еще более страдал. Кроме того, мы должны помнить, что всевозможные невзгоды земного бытия имеют предел во времени, они не вечны. А блаженство с Богом – вечно. Читая сегодняшнее апостолское зачало, мы должны помнить, что уже практически подходит к концу Великий Пост. Еще немного, и впереди особые дни, связанные со страданиями Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Страстная Седмица. И память об этом должна понудить нас оглянуться назад на прошлое. Заметим ли мы какую-нибудь перемену своей совести в своей жизни, которая произошла в нас благодаря истинному покаянию? Освятились ли мы постом, стали ли чище, возвышеннее, благороднее, соединившись с Господом, приняв в себя Его причистое тело и кровь? Если нет, тогда у нас еще есть время себя изменить, покаяться пред Богом, попросить Его войти в нашу жизнь и соделать нас причастниками Его Божественной жизни. Ведь только в таком случае мы получим возможность войти в Царство Божие, ту небесную скинью, о которой в сегодняшнем послании говорит нам святой апостол Павел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok